Подписание рекордного по затратам оборонного бюджета США пытались обставить подороже. На глазах у Дональда Трампа происходила быстрая переброска сил. Освоение средств, а именно 716 миллиардов долларов Пентагоном и военными подрядчиками, тоже должно пройти оперативно. Увеличить финансирование армии – одно из предвыборных обещаний Трампа, которую он выполняет, несмотря на то, что госдолг США превысил 21 триллион долларов и за шесть месяцев резко вырос почти на сумму годового бюджета Пентагона. У нас есть 716 миллиардов долларов, чтобы обеспечить нашу армию лучшими самолетами, кораблями, танками и ракетами в любой точке мира. Америка – миролюбивая страна, но если на нас нападут, мы дадим отпор и одержим победу. Правильно, генералы? Можете поверить мне, генералы. На эти деньги США разработают новые ядерные боеголовки малой мощности для подлодок, закупят 135 танков «Абрамс», 60 БМП «Брэдли», столько же вертолетов «Апач» и 77 истребителей «Ф-35», а также десяток разведывательных противолодочных самолетов «П-8 «Посейдон». Это их регулярно перехватывают российские истребители над Черным и Балтийским морями, но визиты «Посейдонов» явно продолжатся. На натовской базе Сиганелла в Италии и Лоссимут в Великобритании подразведчиков построят новую инфраструктуру. Это лишь малая часть того, что США запланировали в будущем году в рамках так называемой европейской инициативы сдерживания, направленной против России. От пирога размером более чем в 6 миллиардов долларов достанется многим. Польша прокладывают рельсы и строят пункты формирования воинских эшелонов на десятки миллионов долларов. Недалеко от румынского местечка под названием Михаил Кагалничану устроят склад взрывчатки. Меньше всех 5 миллионов долларов достанется Болгарии. В новом селе появится место хранения боеприпасов. А к северу, в Прибалтике, база эстонского спецназа. Значительные вложения получат в немецком Рамштайне десятки миллионов долларов выделены греческой базе ВМС Суда-Бэй и испанской базе Рота, которая и без того полностью финансируется США. Американский оборонный бюджет 2019 года, в котором так много говорится о противостоянии с Россией, назван именем сенатора Джона Маккейна. В этом году оборонный бюджет дает важную возможность реализовать эффективный подход в противостоянии растущему количеству вызовов. Я тронут, что мои коллеги в Конгрессе решили назвать закон моим именем. Больной раком мозга Маккейн не может голосовать дистанционно из Аризоны, где проходит терапию. Но по-прежнему пишет антироссийские законопроекты. В соавторстве с другими сенаторами зарегистрировал очередной под номером 3336 о новых санкциях против России. Текст с угрозами и ограничительными мерами не уместился даже на 100 страницах. И еще одна добавилась при внесении текста законопроекта, где, к примеру, поясняется, что санкции могут быть наложены на любой финансовый инструмент сроком погашения более 14 дней, который президент США сочтет российским госдолгом. А также под ограничение может попасть долг российских госбанков. Отдельные санкции готовит и администрация Трампа. Угрожает не только Москве, но даже европейским союзникам по НАТО. По данным газеты Wall Street Journal, набор мер против участников проекта газопровода «Северный поток-2» уже готов. Наказывать самые разные страны США собираются и за покупку российского оружия, и за торговлю с Ираном. Если вы накладываете слишком много санкций, применяете их безрассудно, если на вашей стороне недостаточно союзников, то ваш вес на международной арене со временем уменьшается. Если остальной мир не понимает мотивов введения вами тех или иных санкций, то они могут для себя решить, что и придерживаться их не стоит. Такой санкционный режим уже начинает трещать по швам.